Продолжаем рассматривать способы активного и эмоционального летнего времяпрепровождения. Сегодня эксперты расскажут, как не уезжая из Красноярска, организовать себе маленькое увлекательное приключение. Отличный вариант прокатиться с ветерком и открыть для себя прекрасные виды в окрестностях Красноярска прогулка на квадроциклах. Одеться нужно с учетом дорожной пыли и грязи. Организаторы квадратуров готовы выдать полную экипировку, включая защитный шлем и сапоги. Здесь у нас скорость, температура, передача и мост. Чтобы завести квадроцикл, нажимаете тормоз на ноги, там одна педаль, и зеленая кнопка на левой руке получается. Инструктаж по технике безопасности обязателен и для водителя, и для пассажира. Ноги с подножек никуда не выставляются вот так вот, чтобы не сломать, не повредить. Пассажиры держатся вот здесь вот. Все подъемы и спуски преодолеваются только прямо, чтобы нас нигде не понесло, потому что везде корни, естественная трасса, то есть колья, чтобы нам нигде никуда не улететь. Имейте в виду руль без гидроусилителя. Но на ровном участке дороги с квадроциклом справится и самая субтильная барышня. Покатушки проходят на территории Таргашинского хребта. Ближайший тур на скалу Арка. Выглядит скала соответственно названию. С ее вершины видны заповедник Столбы, окрестности Красноярска и река Базаиха. Удивительно, что вся эта красота буквально в 10 минутах езды от города. Посмотрели, пофотографировали и в обратный путь. Такое путешествие займет примерно час. Чем длиннее тур, тем больше грунтовых дорог по живописным местам и красивейших панорамных видов. Три часа мы спускаемся в Базахи по очень красивой каменистой дороге. И пять часов это черная сопка, потухший древний вулкан. По легенде, внутри вулкана второе его имя Карадак скрыто подземное озеро, наплаканное знатной девушкой, возлюбленного которой погубили ее жестокие родичи. Возможен заказ квадратура по индивидуальному плану. А некоторые просто арендуют несколько машин на целый день. Это обычно идут уже корпоративные туры. То есть мы уезжаем с баней, с шатрами, с шелками. Люди отдыхают, купаются в Базаихе, парятся. И вечером мы возвращаемся. Любознательным интересно будет посмотреть пещеры. Например, Трогашинская – крупнейшая пещера в азиатской зоне России. И самая сложная в Красноярском крае. Ее еще называют бездонной, глубина 176 метров. Или ледяная пещера. У нее два входа колодца, один из которых этим летом закупорен льдом. Холодно даже рядом. Настоятельно рекомендую не объезжать лужи. Перепачкайтесь, конечно, но и эмоции получите незабываемые. На контрасте умиротворяющее созерцание прекрасных пейзажей. Удивительное настроение после квадропрогулки гарантировано. Стоимость часовой поездки на одном квадроцикле – 1800 рублей. Стоимость пятичасового путешествия – 7500. Короткие маршруты предназначены для новичков и компаний с детьми. Для более продолжительных туров необходим опыт управления квадроциклом. Субтитры создавал DimaTorzok